Друзья, всем привет! Совсем недавно я размещала пост об отличиях коричневой и зеленой гречки. И от вас были вопросы, так как же употреблять эту полезнейшую зеленую гречку? Ну, в общем, все очень просто. Тут у нас есть два варианта. Либо вы ее употребляете живой. Как это? Вы ее оживляете, создаете для нее условия, схожие с природными. Какие природные условия? Когда семечка всходит? Да, в общем-то, когда влажно и достаточно тепло, да, комнатная температура. Поэтому гречку с вечера промываете, заливаете водичкой, то есть, ну, чтобы вода просто покрывала зерно и была еще сверху, и оставляете так на ночь. С утра промываете, опять наливаете свежую водичку и оставляете так до вечера. Вечером опять промываете, и водичку можете уже не наливать. Так и оставляете зерно. И потом, на следующее утро, вы увидите всходы. Гречку нужно употреблять в состоянии длинных хвостиков. То есть, хвостики, да, вот эти проросточки должны быть не меньше, чем 2,5 миллиметров. В этом случае зерно уже не опасно, потому что ингибиторы, антинутриенты – это природные механизмы любого семечка, да, которые созданы природой, чтобы ни животные, ни люди не употребляли семечко, пока оно не даст всходы. В общем, защитные механизмы природы уже саморасщепились, да, самим зернышком, и перед вами безопасная пища. Как можно употреблять такие проростки? Ну, в общем, как? Очень просто. В блендер, например, вместе… Мне очень нравится сочетание зелень, да, я обожаю, допустим, там, с кинзой, с петрушкой, с укропом. Добавить еще немного цветной капусты, мякоти кокоса, и вот туда еще пророщенную гречку, и получается вот такое вот прям вкусное питательное пюре. Есть еще вкусное сочетание, но не очень полезное. Например, банан и пророщенная гречка. Получается мега вкусно, вот прям, как, знаете, это, как такой магазинный творожок сладкий. Хотя, по идее, все природное, живое, но просто там такое сочетание белок плюс сахар не самое лучшее. Но в любом случае это лучше, чем, не знаю, пирожок из Макдака. Это первый способ. Второй способ – это термическая обработка. Но в любом случае, перед тем, как сварить зеленую гречку, ее нужно оживить за ночь, да, то есть все то же самое. Вы с вечера промыли гречку, залили водичкой, пошли спать, с утра встали, и вот перед вами уже оживленное зерно. И, в общем-то, вы еще раз ее промыли, залили водичкой и сварили. В этом случае на выходе вы получите гораздо больше пользы. Это будет гораздо более полезная каша, нежели бы, если бы вы просто взяли зеленую гречку, да, и сварили, ну, сразу же с утра, предварительно не оживив. Друзья мои, делитесь в комментариях, как употребляете гречку вы. Если вам понравилось это видео, непременно ставьте лайки, пишите комментарии и пересылайте его друзьям. С вами была Людмила Якубова, всем пока-пока! Зеленая гречка нужно проращивать до состояния длинных хвостиков. Вот я как раз прорастила и решила вам показать, как это выглядит. Видите, у нее какие длинные белые хвостики. Вот такая гречка в пищу уже будет безопасна.